Библейский портал экзегет.ру представляет Сегодня на библейском портале экзегет мы продолжаем изучение книги чисел из пятикнижия Моисея. Это четвертая книга в пятикнижии. И сегодня мы будем читать 22 главу этой книги. Первая тема – Валак, царь Моава, приглашает Валаама, языческого пророка, проклясть израильтян. И еще одна тема – Валаам и его ослица. И третье благословение Валаамы. Это очень интересная, загадочная и таинственная история. И отправились сыны Израилевы и остановились на равнинах Моава при Иордане против Ерихона. И видел Валак, сын Сепфоров, все, что сделал Израиль Амареем. И весьма боялись Моавитяне, народа сего, потому что он был многочисленен. И устрашились Моавитяне, сынов Израилевых. И сказали Моавитяне, старейшинам Мадиамским, этот народ поедает теперь все вокруг нас, как вол поедает траву полевую. Валак же, сын Сепфоров, был царем Моавитян в то время. И послал он послов к Валааму, сыну Виорову, в Пефор, который на реке Ифрате, в земле сынов народа его, чтобы позвать его и сказать, «Вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли, живет он подле меня. Итак, приди, проклини мне народ сей, ибо он сильнее меня, может быть, я тогда буду в состоянии поразить его и выгнать его из земли. Я знаю, что кого ты благословишь, тот благословен, и кого ты проклянешь, тот проклят». Вот этот языческий пророк Валаам – это некая загадка. Подобно Мельхоседеку, царю Салима, который, как сказано, без отца, без матери и без ордословной. К тому же Валаам, как язычник, но почему же он был пророком? Может быть, он был лже-пророком? Писание показывает, что действительно, кого он проклинал, тот был проклят. Кого он благословлял, тот был благословен. Это одна из таинственных личностей в Священном Писании. Апостол Павел писал о язычниках. Язычники, по природе законное дело, всем самым обнаруживают, что закон написан в их сердцах. То есть какая-то духовная жизнь, она присутствует даже у таких людей, если среди них могли быть даже пророки. И пошли старейшины Мавицкие, старейшины Мадиамские с подарками в руках за волхование. И пришли к Валааму и пересказали ему слова Валаковы. Казалось бы, а если он еще и волхованием занимается, как же он может благословить, и тот будет благословен, проклясть, и тот будет проклят. Это тоже не очень понятно. Итак, пришли с подарками, а Библия учит, что подарки делает человека слепым. Подарки – это взятки. «И сказал он им, переночуйте здесь ночью, и дам вам ответ, как скажет мне Господь». Вот здесь мы видим очень интересную вещь. Он знает имя Господа. Потому что когда фараон, глава огромной цивилизации, услышал имя Господа, он сказал, я Господа не знаю. А этот Валаам говорит, что он ночью обратится к Господу. «И остались старейшины Моавицкие у Валаама, и пришел Бог к Валааму». То есть сама Библия говорит, что Бог приходит к этому волхователю и сказал, какие это люди у тебя? Это риторический вопрос. Богу все известны. А Валаам сказал Богу, Валак, сын Сепфоров, царь Моавицкий, прислал их ко мне сказать, вот народ вышел из Египта и покрыл лицо земли и живет подле меня. Итак, приди, прокляни мне его. Может быть, я тогда буду в состоянии сразиться с ним и выгнать его из земли. И сказал Бог Валааму, не ходи с ними и не проклинай народа сего, ибо он благословен. И встал Валаам поутру и сказал князям Валаковым, «Пойдите в землю вашу, ибо не хочет Господь позволить мне идти с вами». И встали князья Моавицкие и пришли к Валаку, то есть своему царю, и сказали ему, не согласился Валаам, то есть этот пророк, идти с нами. Валак, царь Моавицкий, послал еще князей, более из знаменитей тех. И пришли они к Валааму и сказали ему, так говорит Валак, сын Сепфоров, не откажись прийти ко мне, «Я окажу тебе великую почесть и сделаю тебе все, что не скажешь мне, приди же и проклини мне народ сей». То есть вторая попытка делается переубедить Валаама. «И отвечал Валаам и сказал рабам Валаковым, «Хотя бы Валак давал мне полный дом серебра и золота, не могу приступить по велению Господа Бога моего». Он знает два имени Бога. Иеговы Яхве и Элогим, он их произносит. И о Боге он говорит «Бога моего» – Элокейну. «Не могу приступить по велению Господа Бога моего и сделать что-либо малое или великое по своему произволу. Впрочем, останьтесь здесь и вы на ночь, и я узнаю, что еще скажет мне Господь». Вот здесь проявляется лукавство в Валааму. Господь уже сказал «Не ходи и не проклядай». Благословен этот народ. Вот тут пришли таких князья, еще более серьезные. Князья Сарим. Сарим – это князья. Муава, разодетые, наверное, все. Еще, наверное, с большими подарками. И пришел Бог к Валааму ночью и сказал ему «Если люди сие пришли звать тебя, встань, пойди с ними, но только делай то, что я буду говорить тебе». Почему Господь меняет свое решение? Потому что в Валаам хочет пойти. Подарки были очень хорошие. Одежда на них очень богатая, хорошая. И он понимает, что ему там дадут еще больше. И хотя Бог сказал «Не ходи», но он хочет идти. И Господь, с учетом того, что человек – свободное существо, Он как бы говорит ему «Я тебе сказал – не ходи, но если ты так хочешь – иди, иди». Но что из этого хорошего получится? Но Господь ставит условия, но только делает то, что я буду говорить тебе. «Валаам встал поутру, оседлал ослицу свою и пошел с князьями мавицкими. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему». Вот здесь, конечно, немножко непонятно. Господь ведь сказал ему «Пойди с ними». И вдруг Господь воспылал гневом на него. Почему так? Решение пойти – это было решение именно Валаама. Потому что он очень хотел пойти. И хотя Господь ему сказал сначала «Не ходи с ними», но в сердце твоего оставалось это желание пойти. И тогда Господь говорит «Ну, если такое намерение, я тебя не ограничиваю». Бог создал человека свободным существом. И воспылал гнев Божий за то, что он пошел и стал ангел Господень на дороге, чтобы воспрепятствовать ему. «Он ехал на ослице своей, и с ним двое слуг его». Это помимо сопровождавших князей. «И увидела ослица ангела Господня, стоящего на дороге с обнаженным мечом в руке, и своротила ослица с дороги, и пошла на поле. А Валаам стал бить ослицу, чтобы возвратить ее на дорогу. И стал ангел Господень на узкой дороге между виноградниками, где с одной стороны стена, а с другой стороны стена. Ослица, увидев ангела Господня, прижалась к стене и прижала ногу Валаамову к стене, и он опять стал бить ее. Ангел Господень опять перешел и стал в тесном месте, где некуда своротить ни направо, ни налево. Ослица, увидев ангела Господня, легла под Валаамом. И воспылал гнев Валаама, и стал он бить ослицу палкою, и отверз Господь уста ослицы. И она сказала Валааму, что я тебе сделала, что ты бьешь меня вот уже третий раз. Валаам сказал ослице, за то, что ты поругалась надо мною. Если бы у меня в руке был меч, то я теперь же убил тебя. Ослица же сказала Валааму, не я ли твоя ослица, на которой ты ездил сначала до сего дня, имела ли я привычку так поступать с тобою? Он сказал нет. И открыл Господь глаза Валааму, и увидел он ангела Господнего, стоящего на дороге, с обнаженным мечом в руках, и преклонился, и пал на лицо свое. Вот здесь мы видим, что ослица ведет себя более разумно, чем человек. И Господь заговорил через эту ослицу. Это ответ для нас, как язычник мог оказаться пороком. Бог, который может говорить даже через ослицу, Он может изложить свою волю и через язычника, через любого человека. Потому что дух Божий дышит где хочет, и голос его слышит. А откуда приходит, куда уходит, не знаешь. «И сказал ему ангел Господень, за то, что ты бил ослицу твою, вот уже три раза, я вышел, чтобы воспрепятствовать тебе, потому что путь твой неправ предо мною. И ослица, видев меня, своротила от меня вот уже три раза. И если бы она не своротила от меня, то я убил бы тебя, а ее оставил бы живою». Оказывается, суд Господень справедлив даже по отношению к животным. «И сказал Валаам ангелу Господню, согрешил я, ибо не знал, что ты стоишь против меня на дороге. Итак, если это неприятно в очах твоих, то я возвращусь». «И сказал ангел Господень Валааму, пойди с людьми семи». Почему ангел теперь так говорит? Потому что сердце Валаама было уже там, в богатых шатрах моавитских правителей. Человек свободное существо. Господь предупреждает нас. Но мы поступаем сами, так как мы поступаем. Поэтому ангел говорит Валааму, пойди с людьми семи, «Только говори то, что я буду говорить тебе». И пошел Валаам с князьями Валаковыми. Кто-то, может быть, удивится, что сначала Господь так сказал, потом ангел Господень так сказал. Ангел никогда не говорит своего. Он говорит от лица Бога. Поэтому удивляться не надо. Далее рассказывается, как Валаам был у Валаака. «Валак», то есть вот этот царь, услышав, что идет Валаам, пророк, вышел навстречу ему в город Моавицкий, который на границе при Арноне, что у самого предела. И сказал Валак, царь, Валааму, пророку, «Не посылал ли я к тебе звать тебя? Почему ты не шел ко мне? Неужели я в самом деле не могу почтить тебя?» И сказал Валаам Валаку, «Вот я пришел к тебе, но могу ли я что от себя сказать? Что Бог в уста мои вложит и буду говорить?» И пошел Валаам с Валаком, и пришли в Кириаф Хуцор и заколол Валак валов и овец и послал к Валааму и князьям, которые были с ним. На другой день, утром, Валак взял Валаама и возвел его на высоты Вааловы, чтобы он увидел оттуда часть народа». То есть часть народа Божия, чтобы он проклинал их, глядя на них, где стан их был в долине. Итак, сегодня мы окончили изучение 22 главы книги «Чисел». Если будем живы, Господь позволит, в следующий раз мы будем читать 23 главу этой книги. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ